Сотрудники одного из харьковских интернет-сайтов, обнаружив в интернете якобы взломанную переписку губернатора Харьковской области Игоря Райнина с его электронного ящика с российским доменом, выложили ее на своей странице. Переписка более чем трехлетней давности, без какого-либо явного и яркого компромата. Разве что один из харьковских бизнесменов, ныне объявивший о своих планах баллотироваться в мэры, поименован не совсем корректно, до письмо личного характера от ныне весьма влиятельной дамы. Где-то через полчаса, после того, как мы повесили на сайт, начались телефонные звонки с требованием убрать материал. А и от силовых структур, и звонила облгосадминистрация. Ольга отказывается называть именно тех, кто именно звонил. При этом пресс-секретарь Игоря Райнина Виктория Напольская в комментарии АТН заявила, что лично она никому не звонила, но назвала работу редактора городского сайта некачественной и некорректной, поскольку информация, поданная как переписка Райнина, была взята с сепаратистского сайта, регулярно публикующего подобные фейки. И удивило, говорит она польская, именно то, что харьковский сайт использовал такой странный источник. Между тем, звонки, по словам Ольги Калиниченко, продолжались накануне до позднего вечера. Да, это не звонки угрозы, это звонки с настоятельной просьбой удалить материал. Уже последние телефонные звонки и разговоры с управляющим, уже да, были намеки на то, что будут маски шоу, если мы не уберем материал. В конце концов, по словам редактора сайта, тот материал под давлением был снят, но написан другой, в котором есть элементы, якобы подтверждающие, что это реальная переписка Игоря Райнина. В частности, известная харьковская журналистка Елена Львова, которая фигурирует в списке адресатов во входящих письмах Райнина, подтвердила факт давней переписки с нынешним губернатором. Я не могу сказать точно, когда года 4-5 назад я действительно брала интервью у Игоря Львовича Райнина, и, как и требует закон, я перед публикацией отсылала ему интервью на согласование. Опубликовано именно это письмо или другое, я не могу сказать. Сам же Игорь Райнин заявил, что его электронные ресурсы никто не взламывал, а информация, распространяемая сайтами так называемой ДНР, дешевый фейк. Однако Ольга Калиниченко категорически возражает, что ее сайт сотрудничает с сайтами террористов. Виталий Лобскир, Александр Проценко, агентство телевидения новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова